Добрый день, уважаемые ульяновцы! 1 января начали действовать единые тарифы региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Тариф включает в себя захоронение, обработку, сбор и транспортировку твердых коммунальных отходов, а также расходы регионального оператора, плату за негативные воздействия на окружающую среду и налог на добавленную стоимость. Однако, несмотря на переход на новую систему обращения с ТКО, в Ульяновской области в первых числах января жители Ульяновска и многих муниципальных образований отметили, что мусор стали хуже вывозить. Вот лишь некоторые комментарии ульяновцев. На Отрадной 54 мусор везде, все контейнеры в ужасном состоянии. Кажется, что город захватил мусор. Мусорная реформа в Ульяновске буксует. Яркий пример состояния контейнерной площадки на Октябрьской 41. В то же время, например, группа Димитровград новости сообщает, что ситуация с вывозом мусора в Димитровграде стабилизировалась. Оператор экосистемы сообщил, что совершены объезды проблемных территорий, на уборку которых жаловались жители. Все критические замечания взяты на контроль региональным операторам. Региональный оператор Горкомхоз также подчеркнул, что на территории Вазарно-Сызганского района мусор вывозится в срок. Подъезд контейнером очищен. В связи с большим количеством критики в социальных сетях губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил принять меры по фактам нарушений, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов в Ульяновской области. Вот за три дня января поступило уже порядка 90 информаций в адрес властей, губернатора. Абсолютно большинство из них о безобразнейшей ситуации, Федоров, с реформой, связанной с твердыми коммунальными отходами. Я просто прошу прощения за откровение, просто взбешен. Весь год говорили, последний месяц просто перестали другими вопросами заниматься, только коммунальные отходы, коммунальные отходы, рекоператоры, рекоператоры. Начинаешь читать, волосы дымом встают, что происходит. Вот прям люди жалуются. На фото хотя бы контейнер установили на площадке, а на улице Тухачевского на пересечении с улицей Самарской просто так один контейнер поставили, чуть ли не на проезжей части. А когда снег по весне начнет таять, он 100% впадет в канал. По какому телефону вообще можно звонить, чтобы вы взяли на контроль ужасное состояние мусорных контейнеров и мест сбора мусора? И хотелось бы знать, в каком районе города находится предприятие по переработке мусора? Хоть один адрес. Утром видела, как на нашей улице убирали из новых контейнеров мусор. Так его могут убирать только у нас. Подъехала машина, вышли двое мужчин, перевернули баки на землю, выспали содержимое, а потом вручную начали закидывать мусор в машину. А у нас постоят и уезжают. Старые баки полные с мусором, а подъехать не могут. Все завалено снегом. А деньги мы будем платить? А убирать весной будут? А вы видели, как эти контейнеры опустошают? Трое мужиков руками его переворачивают в эко-машину. Я просто очумела. Неудивительно, что баки переполнены. Но какие люди пойдут работать ежедневно, таская на руках баки с мусором? Это только маленькая часть того, что на самом деле здесь написано. Многие, так сказать, уже используют ненормативную лексику. Удивительные коллеги вы в министерстве люди. Вместе с главами муниципальных образований. Безобразие просто. В социальных сетях также появилось много критики, связанной с тем, что для некоторых категорий граждан стоимость уборки мусора подорожала. Сложилось не совсем верное понимание ситуации. И многие подумали, что цены на уборку мусора якобы выросли в несколько раз. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы побеседовали с министром цифровой экономики и конкуренцией Ульяновской области Рустемом Давлядшиным. Ну, действительно, с 1 января вся страна переходит в новую реформу, новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, которая предусматривает себя уже и то, что региональные операторы будут проходить весь цыгл от сбора до, соответственно, довозить до полигона или, соответственно, перерабатывающего завода, будет упаковывать, утрамбовывать соответствующие отходы. Важная составляющая в этой реформе – это, конечно же, тарифы на вывоз ТКО. В Ульяновской области они включают в себя захоронение, обработку, соответствующие налоги, затраты оператора, плата за негативные воздействия на окружающую среду, транспортировку. В общем, весь полный цикл. И в этом году, на 2019 год, министерство впервые устанавливает тарифы. Тариф мы установили значительно ниже, чем приведенные расходы операторов, которые прошли у нас по конкурсу. Работа была проведена вместе с ними. Нам удалось договориться на 2019 год о значительном снижении, от 15 до 30% от первоначальной стоимости. Какие особенности по расчету именно для жителей Ульяновской области? Поподробнее можно об этом? Ранее эта сфера не регулировалась. Я уже начал об этом говорить в Ульяновской области, да и вообще в стране. И мы входим в регулирование это впервые. В многоквартирных домах не существовало единого тарифа, а оплата рассчитывалась, исходя из квадратного метра. А теперь расчет будет вестись, исходя из количества проживающих в квартире. То есть, в зависимости от того, сколько человек живет, умножается на тариф, такая будет оплата с квартир с населением. Здесь что важно. Мы, в принципе, эту сумму и раньше платили, но она у нас сидела в строке содержания и ремонт. И на сегодняшний день очень важно поконтролировать, чтобы управляющие компании соответствующую эту сумму исключали. И так как она уже будет идти по другой строке в платежке, это коммунальные расходы. Но и важно, что определенные категории граждан теперь также смогут получать льготы, как они получают с ЖКХ, так они будут получать и на ЖКУ. Ну, ветераны и другая категория малобеспеченных людей. А сколько будут платить за эту услугу жители Ульяновска в зависимости от расположения регионального оператора? Суммы. Пока у нас выбрано 4 оператора. Сумма варьируется от 87 до 99-96 сотых рублей. В зависимости от зоны это будет по-разному. В принципе, можно посмотреть у нас информацию на сайтах от муниципальных образований. Я сейчас не буду их всех перечислять. В среднем это где-то 93 рубля. Если вот говорить, сколько мы платим сегодня, это где-то получается порядка 70 рублей с человека. Ну, если перевести математику, средний показатель. Понятно, у кого-то большая квартира, у кого-то меньше. И также средний показатель, хотя я сказал, что сумма варьируется в определенном диапазоне, сейчас будет порядка 93 рубля. То есть можно сказать, что вы сейчас пример расчета привели, да? Да. А включен ли в норматив вывоз крупногабаритного мусора? Оператор обеспечивает весь процесс. Заключает соответствующие договора, обеспечивает вывоз, захоронение, утилизацию. Таким образом, реформа направлена и на проведение порядок несанкционированных свалок. В принципе, это теперь уже обязанности этих самых операторов их убирать. Ну, и, конечно, это повлияет на экологическую обстановку. Плюс простимулирует создание перерабатывающих заводов. Отмечу, что вопрос перехода на новую систему обращения с ТКО находится на контроле губернатора Сергея Морозова. По его поручению, с 30 декабря 2018 года создана комиссия, которая отслеживает работу региональных операторов по всем зонам. Эта деятельность ведется совместно с главами администрации муниципальных образований. Данная работа будет продолжаться. Сообщить информацию о нарушениях, а также задать вопросы по поводу перехода на новую систему обращения с ТКО можно по следующим номерам горячей линии. Первая зона ООО «Горкомхоз» Базарно-Сызганский, Барышский, Вишкаемский, Индинский, Корсунский, Маинский, Сурский, Ульяновский, Цельнинский районы и Ульяновск. 8 800 200 68 65 65 02 65. Вторая зона ООО «Контракт плюс» Сенгелеевский, Теренгульский, Ульяновские районы, Новоульяновск и Ульяновск. Третья зона ООО «Экостандарт», Старомайский, Чердоклинский районы и Ульяновск. Четвертая зона ООО «Экосистема», Меликевский, Новомалеклинский районы и Димитровград. Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области. 38 47 33. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации, доверяйте только проверенным источникам информации и никогда не паникуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова